Хорошо, и я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1975 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Нашла. Хорошо, снимаются все маски, голограммы, фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде, а Ронос выходит из своего биоробота, становится рядом. Если что-то еще находится сейчас в его биороботе, копии, голограммы, любые чужеродные артефакты, они выходят и становятся рядом силам его намерения. Да будет так. Голограмма есть у него, свет из нее идет вверх и вниз. Отлично. Он за ней. Он за ней, хорошо. Всех вместе берем, да? Да. Хорошо, защищает этот биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем всю защитный скафандр и поднимаемся вместе с Роносом в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Да, мы здесь. Хорошо, и на счет три голограмма отправляется в клетку-тюрьму. Один, два, три. Это Ронос, он руки трет, ладони, запястья. Сейчас разберемся, что это за паразит дошел. Ушла голограмма в клетку? Да. Хорошо, и я приветствую Арунаса. Арунас, ты готов к диагностике? Доверишь нам свое биополе? Да, он готов. Хорошо, и Арунас стоит в скеннере, и я даю команду. Скеннер на счет три. Начинает сканировать все семь тонких тел Арунаса. Находят все чипы, датчики, импланты, конвекторы, любые подключки, любые каналы. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственный по этим каналам притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Скеннер начинает сканировать все семь тонких тел Арунаса. Никитка у него. Даракон синий. Вот так вот. Хорошо. Значит, кто-то не понял. И руки, они у него как связаны на запястьях, что ли. Сейчас разберемся. Скеннер скажет, когда закончит работать. И сколько канала у нас? Синий дракон, ты сказал, да? Да. Считай цифры над головой пока. Задом сел. Ой, как хорошо. Обожаю. Обожаю. Обожаю такое начало. Ты же знаешь меня. 684. Скеннер закончил. Дракон, но у него все тела, они под одной накидкой. Отлично. И Влад, дай ему 100 тысяч герц удар сейчас в его задницу. Один, два, три. Удар. Подпор игнул. И достаю печать дракона. Один, два, три. Включаю на полную мощность. Он готов тебя слушать. Я тебя слушаю. Что ты здесь делаешь? Он нервничает. Убираю печать дракона. Один, два, три. И уменьшаю синего дракона в два раза. Один, два, три. Силами его намеряют. Да будет так. Верни, он говорит. Ничего я тебе не верну. Я тебя сегодня по частям отправлю. Но он понимает, что он... Он не понимает еще ничего пока. Не на своей территории. Он ничего не... Потому и нервничает. Хорошо, он правильно делает, что он нервничает. Открывается портал в галактическое ядро. Рядом перед ним. Один, два, три. Он смотрит в это галактическое ядро. Как там красиво. Закрывая портал. Один, два, три. Ты не сделаешь этого. А почему? А ты сделал то, что ты нарушил все законы мироздания. Войдя в биополе человека, нарушив все его манифесты. Ты хитростью вошел в это тело. Ты нарушил. Сегодня пришла расплата за твои деяния. Это карма. Закон кармы. Знаешь такое? Говорит, что у него энергии есть особенные, которые он сам не знает. Мне все равно, какие у него энергии. Который он не может пользоваться. Они не для тебя. Это его. А ты вор. Ты преступник. И подлежишь наказанию. Тебя надо судить. За то, что ты воровал у человека, нарушив его свободы, выбора, свободы, права распоряжаться собственными энергиями. Это все ты нарушил. Ты что себя за творца считаешь? Ты мне скажи. Может, тебе сейчас открыть поток абсолюта над твоей головой? И показать тебе, что такое настоящая сила? За кого ты себя считаешь, клоун? Крыльями? Помолчит. Вера, переходим к реверсу энергии. Так. И я даю команду тонкой копии Арунаса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Может, вылезут. За чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в его биополе 1, 2, 3 начали выстраиваться каналы. И сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произнести отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Арунасу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от дракона, возвращается назад. И ко всем ответственным. Дисбаланс он ему делал какой-то. Энергия идет черно-синяя какая-то. Канал 1. И у него вот эта накидка ее тоже в клетку. И силами его намерения я снимаю эту накидку. 1, 2, 3. И одеваю ее на дракона. 1, 2, 3. Не может снять. Включаю ее на полную мощность. У него на руках еще какие-то кольца. И снимаю все. Все кольца. Все, что у него на руках. Сила мы намерения. 1, 2, 3. И оно выходит. Отторгается биополем Арунаса. Зависает прямо перед ним. Да, есть. И отправляю это все, одеваю на дракона. 1, 2, 3. Не может снять. Включаю на полную мощность. Они как-то с голограммой соединены. Да голограмма еще находится в его теле. В клетке рядом с драконом. А, хорошо. Смотрим пока идет энергия. Закончилась. Хорошо. И ставим фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверс. Арунас забирает чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили. Все, что у него изъяли до последнего микрона. Возвращает Арунас себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Идет энергия. Как это светло. Синяя, я бы сказал. Много прозрачная. Понял. Я обращаюсь к этому синему дракону. Когда ты зашел в это тело? Два месяца. Два месяца ты сидел в этом теле. Защищался голограммой. От кого? От меня? От твоей голограммы? Тебя и тебе подобных. Ну и как? Мне подобных. Мне подобных можешь ты еще развести. Но меня ты не можешь развести. Вот в этом-то и проблема. Понимаешь? Кому там плохо. Кому? Он дал энергию. Дракон. Мне хорошо, что ему там плохо. Хорошо. Так, Вера, посмотри, что он установил. Просканировал ручным сканером. Где он установил свои платы? Ну, большинство это синее тело. Но задеты вишутха и зеленые. Там стоят все его платы или? Ну, платы сами в синем, но они как-то соединены еще с двумя телами. Так, дракон. Сердце, горло и третий глаз. Хорошо. И я даю команду. И сейчас силой моего намерения. Все, что установил дракон, безболезненно начинает выходить из всех семи тонких тел Аруноса. Безболезненно выходит до последнего микрона, до последнего чипа датчика, импланта, конвектора, платы. Все зависает в воздухе. Он становится кристально чистым. Арунос включает белый свет, отторгает от себя всю энергетику дракона. Я даю команду. Начинается рассинхронизация дополнительно. С энергетикой дракона. Один, два, три. Арунос забирает все частички своей энергии. Дракону возвращается. Вся его частота. Арунос забирает все свои частички энергетики. И проходит полная рассинхронизация. Связь с космосом тоже у него как сеточка такая на голове тонкая вышла. Вот так вот. Он еще и сеточку установил, да? А то есть она была соединена руками с этими. На руках. Отлично. Хорошо. Браслеты у него. Небольшие светящиеся были. Такая же сеточка. И на голове. Еще тоньше, да. Из энергии. Из каких-то. Сплетена, да. Да. Из третьего глаза. Синий. Синий чакр. Две платы у него. Ох, дракон. Ой, дракон. Зажгу тебя сегодня. Сожгу тебя. Ты вредитель. Ты настоящий паразит. Ты космический паразит. Тебя вообще судить надо. И как штырь у него проходит через голубое-синее тело в грудь. Все это вышло? Да. Хорошо. И силой моего намерения все это устанавливается на те же места у дракона. Один, два, три. Да, будет так. Атаки есть. Он уезжает. Отлично. И включаю. Сейчас откат даю. Всю ту боль, что получил Арунос от этого дракона. Силой моего намерения возвращается ему назад. В течение одной минуты. Один, два, три. Пошел откат. Хватит. Не слышу. Хватит, он говорит. Хватит. Стоп. Почему хватит? Еще минута не прошла. Это несовместимое. Отлично. И это несовместимое было, что ты установил ему. И еще раз включаю. Вот чтобы ты понял, как оно несовместимо. Паразит. Понял. Выключаю. Что ты понял? Не на того он опал. Нет. Не туда зашел. Больше не вернется. Нет. Меня это не устраивает. Ты непонятно, что больше не вернется. Я тебе сегодня в самом начале показал, куда ты сегодня уйдешь. Ты нарушил законы мироздания. Все. Ты что думаешь? Тебе все разрешено делать во вселенной? Нет. Это не так. Есть такие, как я. Такие, как мы. Вот они всегда появляются. Самый такой ненужный момент. И тебе наказывают. Тебя наказывают за то, что ты сделал. Вот сейчас ты получил свой откат. Часть от него. Я тебе хочу все отдать назад. Всю твою, всю боль, которую ты ему причинил за эти два месяца, которые ты в них сидел. Восемь недель воздействия на него. Ты перекрыл гипнологу и слиперу, ты перекрыл третий глаз. Ты ему сеточку на голову накинул. Ты ему штырь вставил, который сейчас торчит у тебя. Что ты можешь сказать в свое оправдание, паразит? Он молчит. Он не хочет разговаривать, так что дать тебе еще раз что-то. Мне нечего сказать. Нечего тебе сказать. Он наклонил голову, ему жаль. Ему жаль. Вот теперь скажи Аруйнесу, что тебе жаль. Извинись перед ним. Сейчас ты прочувствовал на себе, что ты ему причинил. Ты не имел никакого права. Говорит, что я уважаю твою силу. Ты только силу и уважаешь. Понимаешь? И он имеет в виду силу и энергии. Рекомендовал бы тоже это делать. Хорошо, дракон. Ты собираешься еще раз зайти к Аруйнесу в гости? Нет. Я надеюсь, для тебя это будет хорошим уроком. Возвращаем у его размера. Один, два, три. От него идет такой поток, что он уважает его сознание. И вообще, что люди стали осознаннее. Он этого не ожидал. Хорошо. Так, все подключки, чипы, датчики, которые в нем установлены сейчас, выходят из клетки. Один, два, три. Зависает в воздухе перед клеткой. Голограммой вместе. Все вместе с голограммой. Все полностью. Готово. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Один, два, три. Они улетают в галактическое ядро. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Дракон, ты все понял сегодня, да? Кивает. Хорошо. Готово уходить? Да, готово. Открывается наверху портал на частоте синего дракона. Один, два, три. И дракон уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Еще раз появится сожгу. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Он вылетел. Не попрощался? Нет, со скоростью дракона. Ну, ну да, этим умеют. Хорошо. Так, давай, Арунас, заправим, сколько ему нужно энергии для работы сегодня. И какая частота? 530 просит. И? 27. 27, уже написал. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы. Это остатки негативной, остаточной энергии выходят из него. Арунас отторгает это от своего тела, становится кристально чистым, наполнен только своими энергией. Один, два, три. Иди. Поднимаем чистоту его вибрации до числа значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. Один, два, три. Пошла синхронизация. Есть. Хорошо. Мы закончили чистку. И у нас остались 10 вопросов к куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу прийти к нам куратор или учителя 1975 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Женщина. Она говорит, что она давно здесь. Хорошо. Мы приветствуем куратора или учителя Арунаса. Представьтесь, пожалуйста. Снимаются все маски и голограммы. На ней зеленая накидка такая до пола. Как изюмрудного такого цвета. Вижу. И она говорит все та же. Марго. Марго, мы приветствуем вас. Я вас не забыл. Мы очень рады вас снова видеть. Марго в нашей комнате диагностики. Мы опять с вашим подопечным, с Арунасом. Марго, примите нашу энергию благодарности. Мы очень рады видеть вас. Он принимает, дарю вам свои энергии. Благодарю вас, Марго. Я аж здесь почувствовал на Земле. И у нас, значит, 10 вопросов Арунаса. Арунас попросил нас. Ну, там дракон у него синий залез два месяца назад. Перекрыл ему третий глаз. Перекрыл ему сеточку на голову, накинул. Сам он его не смог, эту голограмму найти или убрать. Или не получилось у него. Мы ему в этом помогли. Сейчас он чистый, свободный. Заправили его энергиями. И он написал такие 10 вопросов, которые он хотел вам задать. Будете ли вы так любезны ответить на них? Да. Хорошо. Тогда я начну с первого вопроса. Какая у меня душа? Космическая или земная? Спасибо за вопрос. Космическая душа. Арктурианца. Это очень развитая цивилизация. Насколько я информирован по нашим земным источникам. Не они были ли нашими создателями? Одни из них. И принимали участие в нашем... Мы присутствовали, когда зарождалась ваша цивилизация. Поэтому считаем себя ответственными за землю. Марго, вы тоже арктурианка? Она поклоняется... Нам очень приятно. Нам очень приятно. Мы в первый раз так и не узнали, откуда вы. Нам очень приятно. Вдвойне приятно. С такой высокой цивилизацией. Хорошо. Я перехожу ко второму вопросу. Если вы закончили. Второй вопрос у него. Есть ли душа космическая? То есть, с какой галактики? С какого созвездия? Валапас. Валапас. Может, вы расскажете чуть-чуть о его воплощении на тех планетах? Валапасе. Мы в другом измерении. В четвертом, пятом и частично шестом. Мы в третьем, по-моему, находимся. Но если нужно, спускаемся до третьего измерения. До нас. Понятно. А как в шестом измерении? Хорошо там живется? Я никогда еще не слышал. Очень мало. Малое количество арктурианцев в шестом измерении. А, вы тоже разбросаны по измерениям. У вас тоже разные живут арктурианцы на разных уровнях, получается? Четвертое, пятое и частично шестое. Вау. Вы тогда на миллионы лет нас опережаете. Благодарю вас, Маргу. Очень интересно. Очень интересно. Даже не ожидал. Третий его вопрос. Какой уровень моей души? Тут я понимаю, скорее всего, он имеет в виду, где находится его высшее «Я». Четырнадцатый. Четырнадцатый. Очень высокий уровень. Третий вопрос. Это был четвертый вопрос. Сколько накоплено темной энергии у меня? Девятнадцать. Двадцать. Двадцать. Двадцать один. Благодарю вас. Все в средних пределах, как на земле. Пятый вопрос. Жизнь идет у меня по программе или существуют отклонения? Ты все правильно делаешь. Отлично. Но можешь больше. Может больше. Так как твоя душа, Сарктура, ты на земле, чтобы готовить людей к переходу в следующее измерение. Но ты не можешь найти баланс в себе. Я немножко помогу тебе. У нас особенные энергии. И общаемся мы телепатически. Все, что тебе нужно, это телепатически связаться с Арктуром и получать эти энергии. Сбалансировать их. Тогда ты можешь, сможешь осознанно вести тех, кто готов дальше. Замечательный ответ, Марго. Замечательный. Я слышал эту информацию тоже, что мы находимся сейчас прям. Уже начался этот переход. И, скорее всего, мы еще доживем. Началась чистка. Началась чистка. Переход будет позже. Переход будет позже. Хорошо. Мы рады переменам. Отлично. Благодарю вас. Так, поехали дальше. Шестой вопрос. Что делать, чтобы быстрее развиваться духовно? Для тебя важен баланс внутри тебя. Откинь сомнения. Сомнения очень мешают тебе. Марго, он что, ни разу в жизни не был в состоянии от решения, от всех проблем? Вы говорите такие вещи, которые, в принципе, в медитации достигаются. Это элементарные такие вещи. Сомнения мешают. Его сомнения. Он включает логику или что ему именно мешает? Он начинает анализировать. Он начинает... Прыгает по мыслям. Прыгает. Значит, тогда, если он прыгает, значит, он тогда никогда не был в медитации настоящей. Потому что в медитации ты не прыгаешь. Ты находишься на одном месте. Это и есть баланс, про который я говорю. Благодарю вас, Марго. Значит, я надеюсь, я расшифровал чуть-чуть для Аруноса эту информацию. Она еще показывает вот такую какую-то энергию, которые возвращались к нему. Такая какая-то светло-синяя, что ли. Немножко такая, как... Это цвет артурианской энергии, да? Густая, не густая. Да, вот какая-то... Космическая энергия. Но она ее подсвечивает. То есть... Может, вы ему защиту сейчас поставите? Ее нужно определенно видеть. То есть определенные... Ее глаза должны быть, наверное, как у них, чтобы видеть ее. Я ее вижу светло-голубой. Она... Как таким вот овалом каким-то показывает, что она есть у Аруноса внутри. Но вот этот баланс, он не может ее сбалансировать, чтобы соединиться с ними. То есть вот эту энергию, она должна, как показывает, она из его головы выйти и сверху. Как фиолетовая чакра на самом верху. И вот этой энергии он может достичь до Арктура и соединиться с этой энергией. Она ему нужна. То есть они питаются этой энергией. Они не могут без нее, арктурианцы. Им нужна подпитка. Я понял. Марго, а может быть, как-то мы сейчас на месте можем установить этот канал? Он сейчас чистый, ему ничего не мешает. Может, мы ему защиту поставим из этой энергии? Как вы считаете? Осознанность должна. Осознанность должна достигнуть. А защита у него есть. У него есть, понятно. Все, понял. Скажите, Марго, а есть ли у него печать арктурианца? Нет. Нет, понятно. Энергии нашей печати. Только энергии вашей печати. Я просто сплеят, и у нас есть печать. Я поэтому хотел спросить, может быть, у него есть, может, ему активировать. Приветствую тебя. Приветствую вас, Марго. Хорошо, переходим тогда к другому вопросу, к седьмому. Как? Это наши очень близкие братья по разуму. Я слышал. Положительно настроенные к земле. Скажите, а как у вас тоже проблемы с Сириусом? Не все с Сириусом темные. Ну, у меня здесь уже я вылавливал пару ловцов душ и очень таких сущностей, что приходилось вызывать даже полицию, военную полицию высших структур. И они их забирали с собой, были и ящики. Это одиночки. Одиночки. Но дело в том, что у меня здесь просто летают. Летает много кто. Мы тоже летаем. Хорошо. Ладно, все. Благодарю вас. Мы говорим об Оруносе. И переходим, идем дальше. Как я могу связаться с моими учителями? Как их мне распознать? Или это они? Вот этот вопрос я не понял. Надеюсь, вы поймете. С кем он общается, наверное, имеет в виду. Все очень понятно. Пожалуйста. Энергии. Ты должен сконцентрировать свой третий глаз и пытаться увидеть эту энергию внутри себя. И потом уже выводить за себя тот, у кого такие же энергии, вибрации, будем мы. Эта энергия внутри тебя, она будет вибрировать. Или это он ни с чем не перепутает просто? Ни с чем. Здесь не будут сомнений. Я это чувствую на себе. Сейчас вот я с вами разговариваю. Так оно и есть. Благодарю вас, Марго. Замечательный ответ. Восьмой вопрос, если вы позволите, если вы закончили. Продолжай. Как мне повысить вибрации и накапливать энергию? Эмоции. Балансировать эмоции. А дыхательные упражнения. В его конкретном случае ему помогут дыхательные упражнения, я понял, да? Дыхательные упражнения помогут не спускать вибрации и успокоить ум. Понятно. Мы очень часто слышим от кураторов, что это очень важно найти эту золотую середину и перестать прыгать эмоционально и вверх, и вниз. Одержать именно вот эти положительные эмоции, вибрации. Конечно, в материальном мире это очень нелегко достичь, но это реально, это можно достичь, кто хочет. Для того ты и развиваешься. Абсолютно верно. Для этого мы вообще здесь находимся. А не отдыхать, как многие думают, на Земле. Марго, я могу переходить к восьмому вопросу? К девятому вопросу? Продолжай. Есть ли у меня защита от посторонней энергии? И как ее увеличить? Думаю, я уже ответила на этот вопрос. Защита есть. У тебя есть особая энергия, которую ты можешь выводить за свои пределы физического тела и уплотнять. При условии осознания. Только так. Да. Иначе все идет изнутри. Как ни странно, все ждут, что что-то пойдет снаружи, сверху упадет манна небесная, пойдут потоки света. Все изнутри. У нас уже все внутри есть. Мы должны достичь этого осознания и только изнутри запустить этот механизм. Я не упоминаю осознание, осознанность, потому что Арунус уже здесь. Это само собой подразумевается. Он должен понять, что внутри него есть особая энергия, которая и есть его защита и связь. Великолепно. И последний вопрос. Как защитить моих близких и дом от чужой энергии? Открыть воронку и сбросить? Закрывать их своей энергией. Уплотнять ее. И расширять. Распространяя на весь дом. Он это вполне может сделать. Он может визуализировать целый купол даже этой энергии над своим домом. Над каждым из своих родственников. И только он должен сначала научиться пользоваться этой энергией. И, как я понимаю, если он пока еще не осознал ее, то он ее не прочувствует до конца. Но когда это произойдет, тогда он может... Он осознал. Он ищет. Ищет. Сомневается. И это правильно. В тех условиях, которые вы поставлены. Да, у нас очень много всего. Но благодаря его развитию теперь он знает больше о своей душе. И может развиваться быстрее. Марго, мы закончили. Десять вопросов. Вы хотите сейчас от себя передать что-нибудь лично Руносу? Он с удовольствием примет эту информацию. Она руки притягивает. И вот это облако энергии, которое внутри Руноса, оно начинает вибрировать. Она его синхронизирует сейчас. Она поднимает ему вибрации, чтобы он его чувствовал и мог осознавать. Осознавать. Но когда человек вкус знает чего-то, он сразу сможет понять. Я надеюсь, Рунос сейчас этот момент поймет. Она в тонком теле начинает вибрировать. И вот когда она говорила про дыхательные практики какие-то, вот он делал их, вдыхал, выдыхал как-то так, силой с какой-то. И вот эта энергия, она на определенном уровне сердца где-то останавливалась. Ну, как... Я понял. Балансировала на одном уровне. Она закончила. Марго, мы благодарим вас сердечно. Примите нашу искреннюю энергию благодарности за ваш визит. И у нас есть уже добрая, устоявшаяся традиция. Всем кураторам, всем учителям мы дарим подарки. И у вас есть сейчас замечательный шанс. Я пожелаю все, что вы хотите. Мы с удовольствием для вас это материализируем. И вы можете это с собой взять. Образ. Все, что вам с земли угодно. Все, что мы знаем. Многие из арктурианцев до сих пор находятся на земле, то есть под землей. Но я давно не бывала в тех краях. Хотите ли вы увидеть четыре времени года? Зиму, весну, лето, осень? Да, эти образы мне будут приятны. Верочка, давай сейчас сформируем этот образ. И причем это будет лес, зеленая трава, речка течет, обязательно птички. Это у нас лето, весна, тоже лето. Потом у нас идет осень, все желтеет, красивые листья. Потом у нас идет зима, снежная зима, сосульками, сугробами, со снегом и солнцем. И весна, когда все это тает, когда все воскресает. И первые подснежники начинают появляться, и птицы начинают радоваться, и петь. Речка, лед уходит. Вот эту всю красоту. Четыре такие мыслеформы, пожалуйста, спроецируй. Один, два, три. Да, все-таки земля имеет свою особенную ценность. Поэтому мы так много врагов имеем, уважаемая Марго. К сожалению. Как и с темными героями. Теперь я понимаю те души, которые возвращаются на землю. Я ваши мысли прочитал, да. И большая корзинка появляется в моих, в твоих руках, Верочка, с нашими самыми вкусными. Приятные. Самые вкусные ягоды. Один, два, три. И передай, пожалуйста, от нас, лично, и от Аруноса. Эти ягоды, это самый чистый экологический продукт. Я думаю, вам будет приятно. Это так, эмоционально, позитивно. Марго, мы для этого и созданы Творцом, чтобы радовать друг друга эмоционально и позитивно. Все, что отклоняется от этого курса, это уже неправильно. Поэтому мы очень рады с вашей встречи. Благодарю вас. Дарю вам свои энергии, Арктура. Арктура. Благодарю. Принимаем ваши энергии, посылаем вам наши энергии на этом месте. Примите, пожалуйста. Она от тебя чувствует вот эти энергии и постоянно говорит, что ты ее телепатически понимаешь. Я читаю ее мысли перед тем, как она может говорить. Я очень легко ее понимаю. вот она перед тем, как говорит, я уже вижу картинки, поэтому... Скорее всего, он это из-за того, Она говорит, что мы на одном уровне развития. А, вот как. Хорошо. Ну, как закончится мое пребывание здесь, может, мы увидимся и на Арктуре когда-нибудь. Благодарю вас, Марго. Легко. Очень легко, безусловно. Мы скоро на Плеяды полетим, на мою родину. Никак пока не добрались, но скоро будем там и до Арктуры доберемся. Мы все дети Творца, и поэтому нам надо друг друга всегда находиться друг с другом в контакте. Я буду рада, если Ара у нас свяжется со мной. Вы знаете, мой сантиметр остается до связи с вами. Самая последняя стенка осталась, и он, когда он ее пробьет, он поймет, как легко это было изначально достигнуть. Это случится буквально в следующей неделе. Я больше чем уверен. И, надеюсь, Марго, вы уже тогда напрямую сможете общаться со своим другом. с Арктура и все остальное он передавает ему напрямую. Благодарю вас за вопросы. Я благодарю вас. Это его вопросы были. Мы только организовали эту встречу. Примите нашу энергию благодарности, и мы будем возвращать сейчас Аруноса в свое тело, в его биоробот, подключать, синхронизировать. И он будет очень рад посмотреть это видео, которое мы сняли с вашими ответами. Это его наверняка очень хорошо его продвинуть дальше. Благодарю вас. Благодарю вас. И до новых встреч. До новых встреч. Всего наилучшего. Примите наилучшие пожелания. Всего доброго. насчезло. Отлично. И Арунос заправлен. Будет возвращать его сейчас, Верочка? Да. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Аруноса в систему биоробот-душа, заводим, подключаем его к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Он очень легко подключился к тонкому телу, как одел его. И у него внутри вот эта энергия особенная. Я уже сказала, она как таким небольшим овалом. И вот когда она и руки вытягивала, притягивала ее, как подсвечивала, она такими как светлыми, как блесками стала. Как заискрилась, что ли. Как активировалась внутри. Если ты помнишь, Вера, дракон сказала, что у него особые энергии, которые ему неосознанные. Вот это они и есть. это они и есть. Так что Арунас, этих драконов, если ты осознаешь свою ситуацию, свою силу, свою энергию, он к тебе на миллиметр не придвинется. Это я тебе гарантирую. Все. Мы закончили? Закончили, Вера? Да. Хорошо. Отключайся от Арунаса и переноси в свою комнату диагностики на счет 3-1-2-3. Я здесь. Арунас, Продолжение следует...